Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. И сегодня я предлагаю поговорить о современной журналистике. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Знакомьтесь. Творческая карьера началась в газете «Маяк» Гомельского района, а продолжилась на Республиканском радио, которому Валерий Сидорчик посвятил 10 лет профессиональной биографии. В 1998 году он назначен на должность руководителя корреспондентского пункта агентства теленовостей Белтеля радиокомпании. В 2003 году возглавил корпункт Белорусского телеграфного агентства. Награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР, почетными грамотами Гомельского обл. исполкома. В 2007 году получил благодарность президента Республики Беларусь, является обладателем почетного знака «Отличник печати Беларуси». Задать вопрос гостю студии можно прямо сейчас. Номер телефона в Гомеле – 77 68 45. Здравствуйте, Валерий Александрович. Здравствуйте. Я вас поздравляю с недавним профессиональным праздником Днем работников радио, связи и телевидения. И, конечно же, с Днем Победы. Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо большое. Действительно, день 7 мая, день работников радио, телевидения, электронных средств информации для меня особенный. Потому что 10 лет было отдано республиканскому радио, 5 лет республиканскому телевидению и 14 лет информационному агентству Белта. То есть почти 30 лет беспрерывного праздника. Ну это на самом деле так, а вы такой универсальный солдат этой службы. В журналистику ведь не идут за деньгами, не идут за стабильностью. Идут, наверное, в хорошем смысле слова фанаты. И люди крайне любопытные. Валерий Александрович, что вас подвигло так круто изменить свою жизнь и привело в журналистику? Ну, знаете, есть такое изречение. Найди то, что тебе больше всего нравится делать, и ты ни одного дня в жизни не будешь работать. То есть это означает, что если ты будешь заниматься любимым делом, то каждый рабочий день это для тебя будет фактически праздником. И поэтому я думаю, что идти в журналистику нужно в первую очередь тем людям, которые осознают, что они это дело любят. Ну, судя по вашему первому образованию техническому, у вас и с этой сферой знаний тоже было все хорошо, да? Ну, у меня немножко более интересная история, да, может быть, даже можно и фильм снять. Я мечтал быть журналистиком, журналистом еще с начальной класса школы. И в пятом классе это сочинение «Кем хочу быть», Сидорчик написал «Хочу быть журналистом». А окончательно мою вот эту детскую мечту утвердил фильм «Дайте жалобную книгу». Олег Борисов, Людмила Голубкина, Анатолий Кузнецов, ресторан «Адуванчик», который, я думаю, многие этот фильм должны были видеть, да? Олег Борисов, он играл роль московского журналиста, газеты, крупный элегантный костюм, галстук, белая рубашечка, красивые разговоры, цитаты. На два месяца редакция его отправляет в командировку, Дальний Восток, Камчатка, Курилы, Командорские острова, красота неописуемая, встречается с пограничниками, с оленеводами, с рыбаками. Ну, разве это не счастье? Потом возвращается в Москву, за это время ресторан «Адуванчик» был плохим, уже стал хорошим, приводит его на открытие, и там он встречается с директором ресторана этого, женщина, которая ему нравится и отвечает взаимностью, она красивая, она в красивом черном платье, и на спине большой разрез. Ну, о чем еще можно мечтать, если не о такой профессии? А почему же не решились сразу себя попробовать в этой сфере? Дело в том, что в 66-м году скоростно умер мой отец, был несчастный случай, мне было 12 лет. Мать осталась с двумя малолетними детьми, ну, скажем, она не отличалась особым здоровьем, работала уборщицей, и когда подошло время мне вот через два года восемь классов заканчивать, она, как мудрый человек, ну, предложила такой вариант, что, сынок, было бы хорошо, если бы ты до армии получил какую-то специальность, потому что если ты после 10 классов будешь поступать на свою журналистику и не поступишь, то это будет сложно. Ну, я так и сделал. Поступил в Гомельском машиностроительном техникум, закончил по специальности производство кабелей и проводов, ушел в армию, отслужил в армии, вернулся, пошел на завод, заочно поступил в Белорусский государственный университет на специальную журналистику. Работая на заводе, я уже учился в университете, перешел работать в газету, закончил университет, и после этого я уже шел по прямой линии. То есть это была детская мечта, которая чуть-чуть затянулась в реализацию. Да, но тем не менее, все получилось именно так, как задумал я, может быть. И ведь на самом деле, да, может быть, и не вы задумали, а ведь хорошо же все сложилось, и мало у кого складывается так красиво и так успешно. Вам себя удалось попробовать практически во всех видах журналистской деятельности. Они ведь все сложные, и все требуют определенных навыков, и все предъявляют требования. Где сложнее всего пришлось? В газете, на радио или на телевидении? Если честно, я снимаю шляпу перед нынешними работниками районной газеты, потому что сложнее всего, по крайней мере, мне было работать в районной газете. Ну, не исключено, что, может, это было начало этого творческой пути, поэтому было сложно. Но, хочешь не хочешь, а ежедневно нужно было отдать номер 250 строчек, где-то выходило три раза в неделю. И плюс это был Гомельский район и отдел сельского хозяйства, и само информационное поле, оно было небольшое. Ну да, 20 хозяйств, да. Но эти хозяйства за три месяца по кругу прошел, да, и надо идти опять по второму кругу, и надо, скажем, чтобы себя уважать, не повторяться. И это очень, очень непросто. А уже, когда ты выходишь на масштаб областной, СМИ или даже республиканского, перед тобой вся область. И плюс любые сферы. И ты можешь подбирать самое важное и самое главное. Поэтому сложнее всего, конечно, работать в районной газете. Уважаемые наши зрители, читатели и слушатели, мы приглашаем вас к диалогу. Если у вас появились какие-то вопросы, вам хочется подискутировать, мы готовы вас выслушать. Пожалуйста, присоединяйтесь. Валерий Александрович, а самое первое редакционное свое задание помните? Ну, конечно, помню. Я пришел на работу 1 ноября 1982 года и готовился праздничный номер к 7 ноября. И я поехал в деревню Рудния-Маримонова, и мне нужно было написать очередь о женщине, у которой было 5 детей. Но вся соль в том, что она родилась 7 ноября. И мне запомнилась на всю оставшуюся жизнь фраза из ее рассказа. Она говорит, когда я родилась, а тогда 7 ноября, это был очень шумный же праздник, с демонстрациями, флагами, все остальное. И отец мне сказал, ой, доченька, в шумный день ты родилась, значит, вся твоя жизнь будет шумная. И, конечно, 5 детей, шума в доме более чем достаточно. Да, сейчас я представляю, сколько у нее уже внуков. И сколько там сейчас шума. А какая вот из профессиональных наград самая для вас дорогая? Ну, вы знаете, наверное, самая дорогая все-таки это благодарность президента. Ну, к ней еще вот позолоченные часы прилагаются, но суть в другом. Дело в том, что там, ну, как это, в обосновании награждения было написано, что за активное участие и внедрение развития информационных технологий. То есть, Белта в то время была в авангарде именно работы по развитию интернет-сайтов. Она и свой сайт в числе первых создала, потом и Гомельскому полкому, и многим другим там органам, правительственным органам. И потом мы сайты Гомельских районов создали, потом, ну, многие, наверное, знают там сайт «Золотое кольцо Гомельщина», музей Гомельщина. Все вот это, это очень короткий промежуток времени, 2004, 2005, 2006, да, и большой объем работы, очень напряженной работы, да. И, ну, я был приятно удивлен, что мою работу эту заметили, отметили, да. Но сам факт, что это была очень важная работа. А еще я знаю, что для журналистов всегда очень важно и очень приятно признательность и благодарность тех людей, которым удалось помочь, и у проблему удалось решить. Помните такие случаи? Ну, наверное, кому-то я помог, потому что и письма, и в редакцию газеты приходили, и на радио, и приходилось ездить по этим письмам, потом отчитываться. И я думаю, кому-то помог, но моя точка зрения, она немножко, немножко другая. Я считаю, что первейшая функция журналистики, особенно вот на таком, на высоком республиканском уровне, это либо находить какие-то в целом болевые точки в обществе, да, и рассказывать о них, либо же находить какую-то проблему, которую нужно решить, чтобы государство двинулось вперед, да. Вот, ну, для меня, например, когда начался этот суверенитет Беларуси, ну, очень, очень ярко, тогда после Чернобыля много иностранных делегаций ездило, и очень ярко я почувствовал, что все-таки без знаний иностранного вряд ли мы сможем далеко продвинуться. Мне хотелось, ну, хоть что-то сделать, чтобы, мало того, что репортажи, да, сделать вот чем-то реально помочь. Ну, тогда это было много иностранных делегаций, и мы с ними работали, и, скажем, были неплохие контакты с немецкой стороной, с немецкими инициативами. Вот одна из этих инициатив, она изъявила желание принимать детей, вот, и тогда в Гомеле была создана школа номер 67, школа будущего, я пошел к директору и предложил, чтобы начать сотрудничать. Вот началось сотрудничество, да, и оно уже продолжается 23 года. Валерий Александрович, как раз на эту тему у нас есть сюжет, так мы к нему логично подошли. Давайте вместе посмотрим. Пожалуйста, внимание на экран. Когда в 1964 году на окраине Гомеля открылась новая школа, мало кто мог предположить, что пройдет какой-нибудь десяток лет, и об этом учебном заведении узнают на просторах всего Советского Союза. Несколько лет напряженной подготовки понадобилось для того, чтобы команда восьмиклассников 38-й школы добилась права представлять республику в финале всесоюзного первенства «Старт и надежд». Ребята выступили более чем достойно, вернувшись в родной Гомель в звании бронзовых призеров соревнований. В начале 2000-х в школе создали специализированные спортивные классы. Тогда же здесь произошло одно событие, также оказавшее влияние на дальнейшую работу учреждения. Учащиеся стали выезжать в Германию, где часть времени проводили в местных семьях. Причем это не были туристические поездки. Главная задача – оздоровление и языковая практика. Мы каждый вечер собирались в большом кругу и общались между собой, ужинали, иногда ездили в пиццерию, там тоже были друзья нашей семьи. У нас были очень хорошие отношения, мы подружились хорошо, сейчас мы общаемся с ними. Немецкий Бютельборн – город сравнительно небольшой. Сегодня в нем проживает около 13 тысяч человек, а поэтому приезд белорусских детей незамеченным не остается никогда. За прошедшее время юные гомельчане стали даже своеобразным источником информации о жизни в Беларуси. Как там в Гомеле, как у тебя дома. А я отвечала, что у нас все хорошо, что у нас Гомель – очень красивый город, что у меня очень дружная семья. В моей семье есть мама, папа, кот и попугай. Некий парадокс заключается в том, что в 38-й гомельской школе изучают английский язык. Учащиеся 5-го класса вместе с учительницей Кариной Курака в Германии были в прошлом году. Впечатлений столько, что ту поездку школьники вспоминают до сих пор. Незнание немецкого особых преград в общении не создало. Тем более, что вдобавок к английскому выучили еще и несколько фраз на этом языке. Бытовые какие-то моменты, то есть прием пищи, отдых, развлечения. Здесь вопросов не возникает. Где-то покажут, где-то вспомнят слово, которое изучили. По крайней мере, простые фразы «я хочу», «я могу». То есть это они уже знают на этом уровне в конце 4-го класса. Впрочем, во время нахождения в Германии в английском многим учащимся удается попрактиковаться тоже. В любом случае, администрация школы такие контакты только приветствует. За все время сотрудничества с Бютельборном каких-то отрицательных моментов вспомнить не может никто. Зато о плюсах говорят все. Они там общаются не только на немецком, но и на английском языке. То есть очень многие семьи немецкие, они владеют и английским языком. Когда приезжают, то есть у них уже словарный запас, он пополняется. И даже то, что они изучают здесь английский язык, а там окунаются в немецкую среду, это, в общем-то, тоже очень хорошо, потому что тоже опыт общения на иностранном языке. Для того, чтобы поехать в Германию, претендентам необходимо пройти определенный отбор. Немецкие семьи интересуют как данные о родителях учеников, так и об их отношении к домашним животным. В 38-й школе ничего необычного в этом не видят. В конце концов, это способ не только заочно познакомиться, но и предусмотреть для гомельчан максимально комфортные условия пребывания. Мы же с детками были с утра до обеда. А уже после обеда родители приходили, забирали детей, потому что у них тоже рабочее время есть. И они встречались всегда, обнимали наших детей, и было очень приятно на это смотреть. То есть не было такого, знаете, показушного, что они берут наших детей для какой-то своей выгоды. Действительно, если они согласились взять наших детей, то это действительно очень заметно, что им нравится то, чем они занимаются. Вы смотрите диалог. У нас в гостях Валерий Сидорчик, собственный корреспондент Белорусского телеграфного агентства по Гомельской области. Валерий Александрович, ребята эти, наверное, и не знают, что в судьбе их школы вы тоже приняли когда-то такое самое непосредственное участие. Теперь перед этим заведением открылись новые перспективы и возможности. Мне действительно очень хотелось, чтобы какая-то часть детей имела возможность окунуться в эту иноязычную среду и, естественно, оздоровиться. Но главное, чтобы хотя бы три недели они могли, говорится, общаться. Но есть еще один нюанс, что за эти 23 года туда выехало более 50 или 60 преподавателей. И уезжали преподаватели, это в 1938-й там английский, а из 1971-го и 1967-го выезжали преподаватели немецкого языка. И это же такая для них очень серьезная практика, все остальное. Более того, что немецкая сторона передала большое количество литературы. И по немецкому языку, и по английскому языку. Ну и вообще, я не знаю уже там, как сейчас, а вот в то время, когда я близок, там первые 10-15 лет, когда я этим очень интересовался, там и материальная помощь, и какие-то там пособия, там все остальное. То есть, ну вот это да, это настоящая помощь, я считаю. Ведь международное сотрудничество в сфере образования, очень перспективное направление. Почему таких вот удачных примеров относительно немного у нас? Вы знаете, это должно как в семье совпать с двух сторон. Чтобы вот две вот эти половинки, да, они соединились цело. И мы тогда в 1994-м году, ну не случайно, поехали вдвоем с директором. То есть, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Поехал я, и тогда директором 67-й школы была Галина Венгиньевна Буй, да, ну скажем, умнейший человек, умнейшая женщина. И мы поехали вдвоем. И естественно, ну, с одной стороны, там же нужно было и за детьми ухаживать, так сказать, все остальное, оберегать их и так далее. Но мы там в хорошем смысле слова работали с немецкой стороной для того, чтобы показать свою серьезность, свою заинтересованность. Потом мы еще один год туда с ней выезжали. И когда уже вот получилась такая хорошая сцепка, дальше вот, видите, оно идет на автомате 23 года. Ну, наверное, как дом. Если фундамент прочный заложен, да, то на него можно нагружать сколько угодно. Но тогда вот те первые два года заложили мы с ней этот фундамент, то вот 23 года, тьфу-тьфу-тьфу, все это идет без сушков и задоринков. Дружба крепкая, да. Было бы правильно, если бы у каждой школы были какие-то международные друзья, чтобы можно было обмениваться опытом, и преподаватели могли ездить, и дети, конечно же, друг к другу. Ну, просто понимаете, мне кажется, вот много же этих было контактов, да, и оскока Геннадий Викторович Корецкий этих итальянских контактов принес, да. Мне кажется, что иногда у нас такое идет чуть-чуть потребительское отношение, да. Я считаю, для того, чтобы дорога работала, да, она должна работать в двух направлениях. А в одном направлении, как правило, все идет тупик. Да, в человеческих отношениях это именно так. Ну, о Белте давайте поговорим. Информационное агентство было основано в 1918 году. Ну, история более чем солидная. Сто лет в следующем году. Да. Бывает ли такое, что люди, которые, ну, не в этой теме, не в этом, не в журналистском сообществе, вас спрашивают, что такое Белте, и как вы на этот вопрос отвечаете? Ну, наверное, бывает, но, честно сказать, по сравнению, там, если взять лет 15-20 назад, то теперь количество этих людей уменьшилось в разы, да. То есть, в основном, все-таки, все уже знают, что Белте – это информационное агентство, которое производит новости, и эти новости берут все, в том числе и областное телевидение. Да. Это истинная правда. Вот. Ну, если те, которые постарше, если бывает случай, это бывает, может, раз в полгода, да, я, ну, спрашиваю, скажите, вы смотрели фильм «ТАСС» уполномочен заявить? Ну, все сразу мухают головой. Так я говорю, так это вот «ТАСС» – это в масштабах Советского Союза, а «Белта» уполномочена заявить от имени правительства Беларуси – это масштабы Беларуси. Вот тогда все соглашают. Ну, а молодым я объясняю, что наша профессия новости – www.belta.by в интернете, ну, они тоже сразу головой кивают, все понятно. А каким источникам информации доверяете вы? Мы провели собственный опрос на эту тему. Давайте узнаем. Телевидение в основном. Почему? Потому что я пенсионер, и это самое мне телевидение самое лучшее устраивает. Я всегда смотрю новости, всегда это самое, и обсуждаем с женой. В силу своего возраста большинство информации я получаю через интернет, социальные сети. Более достоверная и оперативная информация. Телевизор сейчас особо не смотрю, нету, так сказать, времени, что ли. Намного проще выйти в интернет и узнать все, что меня интересует. Обычно я ищу информацию, которая мне нужна в интернете. Обычно еще также пользуюсь телевидением, газеты не читаю. Газеты с интернета, радио, то сейчас нет, телевизор. В первую очередь радио, а второе телевидение. У меня на кухне стоит радио, все время включено. Интернет и обязательно газеты. Потому что, не знаю, привыкли так к газетам, к гомельским ведомостям, обязательно выписываем. Потом на работе всегда выписывалась большая подписка, и привыкли читать постоянно. Все газеты. Интернет и радио, что доступнее, с чем я больше работаю. Газеты, ну, только если в поезде, если в пути. Так бы читала с удовольствием, но, в принципе, уже это не дешевое удовольствие. Интернет доступнее, кратко, компактно. Я больше предпочитаю интернет, потому что там информация подается в более доступном виде, и все, что мне нужно, я сразу могу посмотреть. Для меня более интереснее, более больше информации в интернете находится. Новости обычно я не смотрю. Мне лучше в интернете все смотреть, как бы. Это мое мнение. Больше информации, больше подробной информации, чем в новостях где-то еще. Если взять насчет гомеля, то гомельские новости иногда смотрю. Мне интересно знать культуру, то, что происходит в гомеле, какие события, какие происшествия. В гомельские смотрю новости. То, что смотрится белорусское, то для меня как-то неинтересно. Но сейчас я больше сижу в интернете, потому что там самые последние новости можно узнать. Мой папа вписывает газеты, но если там что-то интересное меня заинтересовало, я тоже это могу почитать. Я отовсюду, где мне будет интересно, я отовсюду беру новости какие-нибудь. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о журналистике и о новостях. И у нас есть телефонный звонок в студии. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Я бы хотел спросить у Валерия Александровича. С его богатым жизненным опытом и довольно-таки большой профессиональным опытом в журналистике, не хотел ли он, как Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Владимир Познов, создать свою авторскую программу, которую он мог обсуждать белорусскую политику, экономику и таким образом как-то, скажем, грамотно доносить свою позицию, свою информацию в этой сфере. Спасибо большое за звонок. Очень интересный вопрос, Валерий Александрович. Есть такие у вас желания? Ну, я думаю, что тому самому Повнеру Киселеву кто-то сделал предложение. Вряд ли они сами приходили и говорили, возьмите меня. Ну, я не знаю, если кто-то там пожелает на областном телевидении сделать авторскую программу, в которой будет возможность дискуссий, возможно, там и разных мнений, то, скажем, может быть... То вы открыты к сотрудничеству, да? Да, конечно. Распотрите предложение. Конечно. А я бы хотела к теме нашего вопроса сейчас вернуться. Скажите, пожалуйста, какими источниками информации пользуетесь вы? В основном тремя. Первый источник информации – это Белта, Белорусское телеграфное агентство «Новости страны». Второй источник – это РИА-новости, это российские новости. И третий источник – это корреспондент «Нет», это украинские новости. Значит, ну, для меня очень важно знать то, что происходит не только в Белоруссии, но и в России и Украине, потому что, скажем, жизнь нашей страны, она во многом зависит от того, что происходит в двух этих соседних государствах. Это первое. А второе – очень любопытно наблюдать за подачей материала. То есть, Белта подает материал о выступлении президента Белоруссии в полном контексте, где он рассказывает, почему так, почему мы хотим и все остальное. РИА-новости берет, говорится, из этого кусочки, дает там, что сказано про Россию, но не объясняет. И корреспондент «Нет», берет какие-то такие горячие кусочки, да, и для того, чтобы там, ну, набирать эти какие-то посещения, накрутки, да. Ну, то есть, одно и то же событие, но три разных угла. И, читая это, понимая, что, как писал Владимир Ильич Ленин, что не бывает беспартийных журналистов. То есть, тот, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. У каждой страны есть свои интересы, и средства массовой информации эти интересы отстаивают. Но знать, что пишут надо, для того, чтобы, писавши, защищая свою страну, ты был уверен, что ты поступаешь абсолютно правильно. Ориентироваться в этом информационном пространстве, оно сегодня настолько плотное, настолько насыщенное. Ну, мне кажется, что вот человеку неподготовленному бывает достаточно сложно. У вас есть какие-то рекомендации, кому можно доверять? Вот, как понять, это авторитетное мнение, или это, так знаете, для накрутки, как вы говорили, сделано? Не, ну, может, многие никак это не задумывались об этом, но, например, принцип работы Белта. Каждая информация, она просто обязана иметь, так называемый, первоисточник. Как сообщил корреспондент у Белта, заместитель председателя исполкома, главный раж больницы, директор музея. Да, иногда допускается вольность, как сообщили при службе в волосполкоме или на предприятии. Но это не приветствуется, да, и, скажем так, вызывает легкое раздражение. И когда есть ссылка на конкретного человека, ну, мне кажется, что телерадиокомпания Гомель тоже иногда этим пользуется. То есть берет информацию Белта, подготовленную Сидорчика, да, звонит не просто в организацию, а уже конкретному человеку, да, и очень быстренько делается телевизионный... Да, я говорю, будьте готовы, мы к вам едем. Да, делается телевизионный сюжет. Но когда есть ссылка на конкретного человека, это повышается доверие к этой информации, потому что это не корреспондент придумал, а есть реальный конкретный человек. Это первое. Ну, а второе, любое вот информационное агентство, что Реоновости, что и Тартас, что Украинформ, что Белта, что Ассушейт Эспресс, они очень дорожат своим имиджем, да. И, скажем, любая информация, она, ну, хотя бы минимальной проверке подвергается. И когда информация информационного агентства не подтверждается, это происходит большой скандал. Потому что, как правило, новости с лент информационных агентств, они разлетаются во все стороны. Поэтому я советую доверять серьезным информационным агентствам, вот, но при этом не забывать, что каждое агентство отставит интересы собственной стороны. В нашей стране Белта — это лидер? Ну, я не могу говорить за все Белта, да. А есть статистика посещаемости? Ну, статистика стабильна ежедневно, примерно от 60 до 70 тысяч посетителей ежедневно. Ну, выходные, наверное, чуть меньше, а так в будние дни. А когда бывают пики, то там несколько раз было больше 100 посетителей. А количество этих страниц просмотренных, там меньше 200 тысяч не опускается. 250 тысяч, 300 тысяч — это норма. Вот, ну, а у пики, я думаю, может быть даже и до 400 тысяч доходит. Ну, то есть, скажем, достаточно количества людей, примерно из них, я думаю, процентов 70-75 — это именно из Беларуси, а остальные за границей. Но то количество людей, которые заходят на сайт Белта, оно вполне может распространить, как говорится, всю информацию по республике. Какая задача здесь у регионального корреспондента? О чем он должен сообщать? И есть ли что-то такое, о чем сообщать вы не будете? Ну, скажем, здесь идет такая легкая такая, ну, скажем, ну не борьба, да, а легкое такое лавирование. Для Белты очень важны информации, которые являются масштабными, которые, скажем, интересны будут для всей республики и которые будут с удовольствием читать в других регионах. Мне, как жителям Гомельской области и, скажем, выросшему здесь и продолжающему жить, и дети мои здесь, и внучка здесь живет, да, мне же очень интересно, чтобы побольше рассказать хорошего о Гомельской области, да. И, конечно, абсолютное большинство этих информаций моих публикуется, проходит, принимается, да, но иногда все-таки, ну, советует Валерий Александрович, а можно чуть-чуть поскромнее про Гомельскую область, да, но меня это не смущает. А то, что на фоне других регионов слишком? Не, ну, может быть, уже слишком сильная любовь к этому региону, что я уже пытаюсь там везде доказать, что лучше в Гомельской области вообще на свете ничего. Ну, мы даже не будем спорить с этим, конечно же. А есть ли какие-то новости, которые, ну, вам не очень хотелось бы? Может быть, о происшествиях, вот, не все журналисты любят сообщать. В то же время они пользуются очень большой популярностью в читательской аудитории. Ну, да, просто время такое, потому что это не просто же посещение, а посещение, они же тянут за собой рекламу, а реклама – это деньги. И любой, говорится, интернет-ресурс, он тоже хочет иметь деньги для того, чтобы и развиваться, и платить своим сотрудникам деньги. Поэтому нужно искать здесь золотую середину. Да, я делаю криминальные новости и, как говорится, и катастрофы, и все остальное. Но, если честно, все-таки всю жизнь, все время и сейчас душа лежала к другому. Мне больше нравится писать о том, что в Гомельске открылось новое производство, что Гомельсельмаш создал новый комбайн, что гомельские врачи освоили уникальную технологию, там, офтальмологическую. Кто сообщает? Ну, то есть, вот, кто сообщает вам именно об этих уникальных производствах, технологиях? Ведь нужно иметь, ну, такой широкий круг общения, чтобы узнавать первым. Конкуренция-то в этой сфере сегодня. Я очень хорошо знаю, что она, насколько она высока. Ну, к сожалению, не всегда удается узнавать первым, да. Ну, я же сказал, что информация, она идет от конкретных людей, на кого ты делаешь ссылку. Конечно, большой источник информации – это облсполком. Ну, потому что так оно заведено, что оттуда берет много начало. Ну, потому что вся информация у них, да, все стихается к ним. Да, вот. Но, конечно, что-то и по собственным, что-то и от знакомых, да. Но как-то не всегда удается быть первым. Хотя хотелось бы. А к этому, конечно, сейчас очень стремится, в первую очередь, интернет-издание. А сколько проходит времени от события, если мы говорим о каком-то, ну, действительно, мероприятии, скажем так? От его начала до публикации в интернете новости? Ну, вот, скажем, когда выезжает эта группа, приезжает премьер-министр, да, и выезжают все эти сапкоры, там, ОНТ, БТ, да, и Гомельские, и Белты выезжают, в том числе, Сидорчик, да. И все закончилось, я говорю, ну, что, давайте пойдемте пообедаем. Все идут обеды, Сидорчик в это время на коленке пишет текст, да, включая сотовый телефон и диктует на Минск. И пока все обедали, закончился обед, а Белта уже выпустила эту новость. Ну, примерно так. Но, ну, как жизни, чем расстроить, тем лучше. Да, то есть, ну, буквально, да, считанные минуты. Ну, да, а вот, например, эти мероприятия, когда там президент, это уже Минские бригады там работают, да, там оно буквально идет в режиме реального времени. Говорят, плохо тот журналист, который не мечтает стать писателем. Вот вы в областной организации Союза писателей состоите, Валерий Александрович, книгу пишете? Нет, нет, потому что все-таки журналистика, информационное агентство, это конкретное, конкретные новости, да, а писательская, там нужна фантазия. То есть, пока, пока вот все-таки конкретика, она превалирует, хотя есть у меня одна книга, ее тираж 10 тысяч, ее несколько раз пересдавали, даже на английский перевели, может, многие видели, паспорт Гомельской области. Но таких, как художественных книг, пока нет. Думаете об этом? Публицистика вполне себе реалистичный жанр, и как раз, я думаю, что Гомельская область, люди Гомельской области массу информационных поводов могут вам для нее создать. Вообще, какие темы вас вот из современности волнуют? О чем бы, если бы писали, то о чем? Ну, наверное, все-таки я писал о том, что мы могли бы все вместе сделать, чтобы наша жизнь стала лучше. И вот так. Один, второй, третий, четвертый репортаж, да. Напишите эту книгу, пожалуйста. Мне бы хотелось ее увидеть. Может, придет время. Спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. К сожалению, время такое, оно быстротечное в прямом эфире. Успешной вам реализации всего задуманного. Спасибо вам за то, что пригласили, и спасибо тем телезрителям, которые, скажем, досмотрели до конца. Валерий Сидорчик, собственный корреспондент Белорусского телеграфного агентства по Гомельской области, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!